Ботулизм Ботулизм относится к группе пищевых интоксикаций. Заболевание вызывается экзотоксином, именуемым ботулотоксином. И это, по мнению инфекционистов, яд номер один, который превышает свою токсигенность в сравнении с цианистым калием в сотни тысяч раз. О том, какие меры профилактики помогут вам уберечь себя от ботулизма, рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории Людмила Викторовна Артищева. Мы имеем дело с ботулотоксином, вернее, с ботулизмом, который имеет три различных заболевания. Первый, с которым мы наиболее часто встречаемся, это пищевой ботулизм. То есть это для любителей консервов кустарного производства, то есть то, что готовим мы сами. И прежде всего здесь, конечно, опасность представляют продукты, которые растут на земле. То есть это так называемые салаты из корнеплодов, то есть где идёт морковь, свекла, пастернак. Это огурцы, которые тоже растут на земле. И это, к сожалению, грибы. Как правило, ботулотоксин, он располагается, может располагаться в банке гнёзно, и практически можно есть из одной банки и не заболеть. То есть кто-то заболеет, кто-то не заболеет. Но если мы эту банку открываем и всё выливаем в чашку, перемешиваем, то вот здесь опасность заразиться, в общем-то, есть у всех. Далее второй момент. Он абсолютно не портит вкусовых качеств продукта. Поэтому, в общем-то, употребляя эти консервы, в принципе, можно и не подозревать о том, что здесь имеет место быть ботулотоксин. Ботулизма никогда не бывает в вареньях, повидлах, джемах. То есть те, которые приготовлены хорошим способом, с добавлением достаточного количества сахара и так далее. То есть густое варенье, которое варится в несколько приёмов. Вторая проблема, которая появилась сейчас, это продукты в вакуумной упаковке. Вы знаете, что сейчас очень много продуктов, которые, в общем-то, продают в вакуумной упаковке. То есть там тоже создаются бескислородные условия. И если эту упаковку вскрыть и не подвергнуть этот продукт термической обработке, то есть возможность заболевания ботулизма. В принципе, ботулизм — это от немецкого слова «ботулос колбаса». Изначально это была колбаса кустарного производства в домашних условиях приготовлено. В России это заболевание носило другое название, под названием «ихтиизм». То есть Россия в своё время была крупнейшим экспортером рыбы. То есть рыбы ценных пород, в том числе вяленых, сушёных и так далее. Поэтому и сейчас в рыбе, которую мы покупаем, допустим, предпочтение отдавать рыбе потрошёной. То есть та, которая, в общем-то, выпотрошена, удалены внутренности. И тогда таким образом, в общем-то, можно защитить себя. Бытует неправильное мнение о том, что, собственно говоря, специи, уксус оказывает нейтрализующее действие на токсин. Некоторые говорят и об алкоголе, потому что, ну вот, говорит, тот, кто употребляет алкоголь, не болеет ботулизмом. Ну, понимаете, мы бы тогда уже ликвидировали ботулизм в нашей стране. Тем не менее, алкоголь может оказывать не столько нейтрализующее действие, сколько может отсрачивать во времени инкубационный период. Но, тем не менее, заболеть ботулизмом можно. Вы знаете, что сейчас в Москве и в близлежащих городах, в общем-то, регистрируется достаточно крупная вспышка, походу, самая крупная вспышка ботулизма в Российской Федерации. Причиной явилась фасоль, которая, в общем-то, запакована в вакуумную упаковку. Но вы знаете, что в Москве и в крупных городах очень часто мы пользуемся фастфудами, вот такими различными готовыми обедами, завтраками. И это в конечном итоге вот непременно это случилось. Почему? Потому что речь идет не только о Москве, речь идет и о Нижнем Новгороде, о Казани. То есть, куда были доставлялись эти продукты. На что, прежде всего, нужно обращать внимание? Инкубационный период может быть от нескольких часов до 9-10 суток. Заболевание, если речь идет о пищевом ботулизме, начинается как обычная банальная пищевая токсикоинфекция. То есть, у больного появляется тошнота, рвота, могут быть боли в животе, диарейный синдром. И уже следующим синдромом появляются такие, как неврологические расстройства, и первонаперво это нарушение зрения. То есть, когда большинство пациентов обращает внимание на что? На двоение в глазах, нечеткость видения предметов, сетка перед глазами. Очень часто появляется нечеткость зрения и опущение верхних век, в общем-то. Да, значит, как правило, зрачки у таких пациентов расширены. И как, в общем-то, можно увидеть, что происходит с пациентом, вы даете ему почитать любой текст. Достаточно крупный. Потому как он будет читать, в общем-то, прежде всего, он закроет один глаз, начнет читать, в общем-то. То можно заподозрить о том, что у больного есть все-таки офтальмологические симптомы. Следующий синдром, когда появляется поперхивание, чувство комка в глотке, когда он не может проглотить твердую пищу, а жидкая пища всего-всего выливается через нос, потому что отсутствует глоточный рефлекс, это является уже достаточно таким серьезным моментом для обращения за медицинской помощью. Следующий синдром – это изменение голоса. Изменение голоса, когда появляется такой мягкий французский акцент, когда говорят «в нос», начинает гнусавить несколько, и вплоть до полной афонии. Самым опасным, в общем-то, у ботулизма является поражение вспомогательной дыхательной мускулатуры, это диафрагма, межреберные мышцы, когда появляется одышка, чувство нехватки воздуха. И вот здесь самое главное – не упустить этот момент, своевременно оказать медицинскую помощь таким пациентам. Поэтому, если действительно мы должны прежде всего обращать внимание на что? Это на те продукты, которые мы едим. Это не продукты, которые мы готовим, в общем-то, вот каждый день, там жарим, варим, запекаем в духовке и так далее. Это продукты, где создается априори бескислородная среда. Это консервы, в общем-то, это те, которые домашнего приготовления, это продукты в вакуумной упаковке, в принципе. Вот эти продукты, прежде всего, вы должны обращать на них внимание. С другой стороны, обязательно там, где нет доступа кислорода. Очень часто задают вопрос, что бывают банки бомбажные, так сказать, с вздутыми крышками, можно ли эти продукты употреблять. Априори, конечно, нельзя. Там не будет ботулизма, но там есть уже кислород. Там будут другие какие-нибудь, в общем-то, бактерии, которые тоже могут вам, в общем-то, привести к развитию какой-то, в общем-то, кишечной инфекции. Поэтому в данной ситуации нужно очень тщательно, когда консервируют, особенно в домашних условиях, различного рода продукты, нужно тщательно мыть все продукты. Да, ну, допустим, вы знаете, что те же огурцы мы замачиваем на несколько часов, прежде, потом их моем щеткой, тщательно, да, и только потом закладываем в банки и несколько раз, собственно говоря, заливаем кипятком, потом только рассолом или какими-то веществами, да. Далее, что касается грибов, вот грибы очень сложно мыть, да, в силу их такого строения, но в то же время, в общем-то, если речь идет о грибах, не те, которые выращены искусственно, я имею в виду, значит, там, в принципе, перед употреблением банку грибов можно открыть, прокипятить 10 минут, грибы абсолютно не теряют своих вкусовых качеств, но вы, собственно, обезопасите себя от возможного рода, в общем-то, неприятности. Если токсин в организме оказался в высокой дозе, а медицинская помощь не была оказана своевременно, то вероятность неблагоприятного исхода достигает 60%. Начинают лечение, прежде всего, с промывания желудка и кишечника, и только потом назначают специфическую противоботелиническую сыворотку, которую нужно вводить только в условиях стационара, но никак не в домашних условиях и так далее, потому что сыворотка сделана из крови иммунизированных животных, и может быть развиться аллергическая реакция как немедленного, так и замедленного действия. Поэтому никто не согласится на введение сыворотки, в общем-то, в домашних условиях. Это нужно делать в условиях стационара, потому что другой альтернативы лечения ботулизма вот с момента его открытия до настоящего времени нет. Соблюдать профилактические меры совсем несложно, но зато они гарантированно защищают вас от пищевого ботулизма и помогут не заразиться одним из самых опасных заболеваний на нашей планете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова